МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для того, чтобы этот вопрос был рассмотрен в Сейме, необходимо 10 подписей депутатов. Насблок требует отставки министра, так как полиция допустила, чтобы участников шествия памяти легионеров 16 марта у памятника свободы представители противоположного идеологического лагеря встретили громкими сиренами и бухенвальским набатом. В ЛТБ ДННЛ считает, что это халатность со стороны министра, потому что полиция никак не отреагировала на исполнение, цитата, «русского марша». Министр своей вины в этом не видит. Ну, я считаю, что это необоснованно, потому что полиция выполнила свою работу, выполнила те требования, которые есть, не допустила, скажем, эскалации, которые приходят в насилие. Это главная задача, с каким мы справились. Поэтому все остальное, я считаю, ну, это не та ситуация, чтобы министр внутренних дел подал отставку из-за, может быть, недовольствия в организации мероприятия с другой стороны. В парламенте Нацблок уже заручился поддержкой оппозиционного союза зеленых и крестьян. Центр согласия, наоборот, считает, что Нацблок сам должен отвечать за свои действия у Милды. Я считаю, что националы-радикалы прячутся за своим иммунитетом и показывают всему обществу, насколько право-нигилизм может существовать, если они остаются у власти. С одной стороны, они нарушили закон, они вмешались в работу двух мероприятий, которые были согласованы со всеми, вступили в конфликт с полицией. Я говорю о том, что если будем продолжать поддерживать правительство с национал-радикалами, это может привести к большой катастрофе, так как наглость и неуважение к закону может продолжаться. Но мы не можем поддаться на провокацию национал-радикалов и поддержать отставку без достойной аргументации. Поэтому в данном случае мы с министром внутренних дел, который выполнял зону закона, и будем бороться с радикальными политиками, которые не уважают три граждан, незаконно утвержденные комитетминистры. В принципе, поведение депутатов Нацблока тот же Бригманис не сможет оценить однозначно. Я бы так не пошел. Если вот с таким, вот дядя депутат, и я могу вот то сделать, что я хочу. Так нет, так нельзя, конечно. Вопрос в том, что должны провести порядок, было бы в данном ситуации полиция. Ну, она так поступила. По сути дела, это мероприятие было сорвано. Напомню, депутаты Сейма попытались испортить инсталляцию, установленную антифашистами, но полиция помешала им это осуществить, оцепив территорию вокруг. МИД России уже отреагировал на события 16 марта у памятника свободы. Российское внешнеполитическое ведомство назвало глумлением над памятью жертв фашизма участие ряда парламентариев от правящей коалиции в чествовании членов, осужденной решением Нюрнбергского трибунала преступной эсэсовской организации. И без событий 16 марта в политике происходят перемены. Экс-премьер Эйнер Репше покинул единство. К слову, год назад он создал движение за развитие Латвии, а теперь подал заявление о выходе из партии единства. Такое же заявление подал и Эдгар Яунубс, который, кстати, также участвует в обществе за развитие Латвии. Добавлю, эта организация недавно начала собственную рекламную кампанию, а Репше не исключил, что на основе этой организации будет создана новая партия, которая примет участие в парламентских выборах. Экс-премьер ранее заявил, что надеется на коллегиальное разрешение ситуации с единством, а также подчеркнул, что нет никаких оснований связывать рекламу общества за развитие Латвии с предвыборной кампанией единства. Нынешний мэр Юрмалы Гатис Трукслис готов в ближайшее время официально вступить в латвийскую зеленую партию, от которой под первым номером он будет стартовать на выборах в Юрмальскую думу. Официально он в партию еще не вступил. В Союзе зеленых и крестьян поясняют, что их цель – предложить в Юрмале сильный список, чтобы получить в городе большинство и прекратить междоусобицу в Думе. Мы видим, как он много сделал для Юрмалы, для жителей Юрмалы. И его поддержка в Юрмале между жителями очень высокая. Надеемся получить большинство в Юрмале, чтобы прекратилась та разделенная Юрмалская дума, какая она есть сегодня, чтобы была нормальная работа с самоправлением в дальнейшем. Конверты с подозрительными порошками перестают быть новостью. Сегодня в 13.10 в один из офисов на улице Брунинеку, в котором находится бюро Латвийской ассоциации торговцев, был доставлен конверт, в котором обнаружили неизвестное вещество. На место ЧП прибыли спасатели, полиция и медики. К 13.40 движение на улице Брунинеку от улицы Бривибас до улицы Тербатас на несколько часов было полностью блокировано. На прошлой неделе конверты с белым порошком получали в двух офисных зданиях на улице Мукусала 41 и 41Б. Латвийский университет получил 300 книг от Дома русского зарубежья имени Солженицына. Библиотека гуманитарных наук Латвийского университета получила эти книги в дар. И уже с понедельника в библиотеке будет открыта выставка новых поступлений. В основном это книги по истории России, литературе, этнографии, фольклору, языковедению, истории культуры, искусству, истории русской православной церкви и теологии. Несколько книг посвящены русской диаспоре и дают представление о жизни и культуре русской эмиграции в разных странах мира. Кроме того, на открытии выставки состоялась лекция литературного критика, прозаика и члена редколлегии журнала «Новый мир» Сергея Костырко о развитии современной русской литературы. Выставка будет открыта по 28 марта. Зима никак не хочет оставить Латвию. Минувшей ночью температура воздуха в Даугавпилсе опустилась до минус 21,5 градуса, побив рекорд 18 марта 1963 года, когда было минус 18,7 градуса. В Зосене было еще холоднее – 21,7 градуса ниже нуля. Между тем, этой ночью Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии обещает морозы до минус 15. Днем погоду продолжат определять холодные воздушные массы. Синоптики обещают сухую солнечную погоду. Будет дуть умеренно сильный восточный ветер на побережье порывами до 16 метров в секунду. Днем температура воздуха составит от нуля до минус 5 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова